Коллеги, всем привет! С вами Дмитрий Каждан. В этом видео я хочу поговорить про ножницы кедаки и конкретно обсудить с вами цветовые решения, которые у нас представлены в этой торговой марке. Как вы знаете, самые распространенные это у нас черный цвет и вот такой вот серый цвет. Он уже, можно сказать, стал классическим. Еще есть цвет брызги шампанского, но о нем я расскажу отдельно в своем следующем видео. А сегодня я хочу именно затронуть тему, какой же лучше цвет выбрать себе в работу, именно если мы хотим себе взять ножницы кедаки. Это сразу хочу вам напомнить, это не тридон титана, это достаточно стойкое декоративное покрытие и ходит оно достаточно долго. Что значит ходит долго? Ну то есть ничего здесь отшелушиваться или корябаться в процессе работы у вас ничего не будет. Ну если вы конечно же сильно не кинете эти ножницы об асфальт или там об кафель, тогда да, может быть что-нибудь у вас когда-нибудь отколется или покорябывается. Как показывает моя личная практика, сам работал черными ножницами, у меня ничего не отваливалось, у меня ничего не корябывалось и ножницы проходили достаточно долго и сохраняли свой такой красивый глянцевый цвет, как я их и купил. Кстати вот если покажу вам свои черные ножницы Joel, тоже у меня черное декоративное покрытие, как вы видите и оно также ходит достаточно долго. Я не знаю конечно же откуда коллеги берут и из чего они берут, что черный цвет он может как-то там в процессе работы как-то испортиться. Я могу сказать и заверить, что такого на моей практике не было. Сам работал черным цветом, сам знаю что такое нитридон титана и у меня ничего подобного не случалось. Если у вас что-то случалось, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я об этом знал. Ну а какой цвет лучше всего выбрать, на мой взгляд каждый решает из нас сам. Например вот мои ножницы в черном цвете и вот мои ножницы в сером цвете. Согласитесь, довольно таки смотрится красиво, нестандартно. Черные ножницы на фоне серых ножниц это конечно же всегда очень интересное такое решение. На мой взгляд, если вы очень долго работали например серыми ножницами и у вас есть возможность купить красивый дорогой такой цвет в черном цвете ножницы, то почему нет? На мой взгляд очень стильно, красиво, дорого, шикарно, празднично в конце концов выглядят ножницы. Ну согласитесь, очень красиво смотрятся ножницы в черном цвете. Да, знаю, кто-то скажет, да, что-то там может быть и не видно, когда мы работаем черными ножницами на черных волосах. Я говорю, ну я могу сказать по себе, что у меня все видно, все красиво. Ну и также классический серый цвет в кедаке, ну вот выглядит таким вот образом. Да, возможно пятен, допустим от рук на черном цвете у вас будут заметны больше, но опять же, да, то есть мы взяли салфетку, все это протерли и ничего собственно не видно. Ну просто я вот знаю, что вот многие коллеги критиковали данные ножницы в черном цвете из-за того, что ну остаются пятна. Дорогие коллеги, я считаю, что и на серых ножницах остаются пятна, они остаются везде, тем более, что это наш рабочий инструмент, поэтому я считаю, что на это уж точно не нужно обращать ваше внимание. Самое главное подобрать себе ножницы по размеру, по форме грамотно и по размеру колец. Вот это, вот на вот эти качества и на вот эти нюансы нужно прежде всего обращать внимание при покупке ножниц. Какие у вас кольца, анатомические или классические кольца, возможно вам у вас достаточно тонкие пальцы и вам нужны зауженные, каплевидные кольца. Да, вот на вот это я считаю стоит обращать внимание, а цвет, ну это конечно дело вкуса. Я считаю, что если ты всю жизнь стриг серыми ножницами, то почему бы не побаловать себя и не купить себе вот именно вот такие вот черные ножницы. И на мой взгляд смотрится очень красиво и даже, смотрите, переливается тоже довольно-таки красиво и симпатично на фоне холодного цвета, которое тут у меня вот освещение здесь такое холодное, теплое и соответственно смотрится очень красиво. Да и клиенты, я могу вам сказать, тоже замечают, когда ты работаешь черными ножницами, это сразу такой вау эффект оказывает. Ну, по крайней мере у меня, когда у меня лежат мои ножницы в ряд и черные ножницы всегда на фоне как-то больше бросаются в глаза и клиенты как-то смотрят на них как-то по-необычному, говорят, вот это да, то есть ножницы бывают еще черного цвета. Я говорю, да, пожалуйста, у меня несколько ножниц и естественно на фоне них черные сразу так бросаются ярко в глаза. Да и вообще, я считаю, что парикмахерские ножницы, они всегда были, есть всегда вот в каком-то стандартном цвете, в сером, да, а вот черных, ну, это достаточно очень такая редкость. Я помню, что в Академии Сосун очень любят черный цвет и я даже сам в свое время, когда только начинал свой творческий путь, я наблюдал за Академией Сосун так более основательно, более, скажем, углубленно смотрел, чем они работают, что, как. И я вот заметил такой маленький нюанс, что многие преподаватели отдают предпочтение черным ножницам и я даже сам в дальнейшем, может быть, поэтому тоже себе купил ножницы Джоэл тоже в черном цвете. Коллеги, а какой цвет нравится вам? Напишите обязательно в комментариях, интересно послушать вашу точку зрения по поводу черного цвета, нравится он вам или нет, или вы все-таки предпочитаете серый цвет по старинке. С вами был Дмитрий Каждан, не забудьте на меня подписаться и впилить лайк этому видео. Пока!